В Усть-Каменогорске завершился Международный форум наука и промышленность вызова решений стратегии. Во второй день форума участники ознакомились с научно-инновационной экосистемой Восточно-Казахстанского технического университета имени Даулета Серегпаева. Прежде всего, гости форума, представители вузов и предприятий регионной страны посетили созданный на базе вуза учебный центр «Мастерская Лубаня». Это уникальный проект, который позволил студентам изучать передовые автомобильные технологии с использованием современного китайского оборудования. Представленное в центре оборудование позволяет получать практические навыки по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике топливных, электрических и гибридных автомобилей, автомобильных интеллектуальных систем, изучать технологии беспилотных авто и многое другое. Этот форум нацелен на то, чтобы расширить именно горизонты сотрудничества, дать представление и вузам, и представителям бизнеса о возможностях нашей системы образования, и в частности нашего университета, познакомить их с мастерской Лубань, чтобы они имели представление, какие возможности имеются и предоставляет эта мастерская Лубань, потому что китайцы поставили, скажем так, себе задачу «одна страна, одна мастерская». Далее участникам продемонстрировали смарт-стол, представляющий собой интеллектуальную организацию дорожного движения. Здесь у нас три платформы. Первая платформа – это смарт-стол, вторая платформа – это платформа АДАС, это усовершенствованная система помощи водителю, это вождение автомобиля, базовые подготовки, получается, студентам по вождению. И третья платформа – это роботизированная мобильная платформа для сбора высокоточных карт, рисования маршрутов. И студенты обучаются базовым знаниям автопилотного управления. Знакомство с научной деятельностью вуза продолжилось в Центре компетенции «Смарт-инжиниринг». Здесь студенты занимаются инновационными проектами, в том числе в области медицины. Например, уже разработано более 40 видов медицинских имплантов, которые проходят клинические испытания. Очень рад, что посвятил этот форум. Очень благодарен руководству, очень благодарен всей команде. Видно, что команда слаженная, отработанная. Вот мы второй день здесь находимся. Начиная от лаборатории кокредитованных, которые занимаются испытанием строительных материалов, заканчивая лабораторией, которые занимаются имплантами. Гости ознакомились с работой целого ряда научных лабораторий вуза и технологиями в области экологии и безопасности жизнедеятельности, автоматизации и мехатроники, водного хозяйства и водопользования, геологии и горного дела, информационных технологий, энергетики и строительства. Самое главное, что начался такой предметный разговор между образованием, наукой и представителем промышленности. И тем самым, так сказать, исследования науки будут направлены в более прикладном порядке, что достаточно хорошо поможет для производства решить те или иные проблемы или имеющиеся наработки использовать в существующем уже производстве. Отметим, Восточно-Казахстанская область является одной из самых инновационно активных. Только в нашем регионе работает более 20 научных организаций. По итогам прошлого года область входит в топ-5 регионов по затратам научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Алексей Сафонов, Ельдор Нурайканов, Алтай-Капара.